Сейчас воспитанник спортивной школы ИКАР Илья Анучин учится в Нижегородском кадетском корпусе. Но это не мешает юноше продолжать заниматься боксом, участвовать в спортивных соревнованиях и показывать высокие результаты. В межрегиональном турнире по боксу, посвященном памяти героя Советского Союза Василия Маргелова, Илья стал лучшим среди юниоров и занял первое место. Был достаточно долгий перерыв. Я не выступал почти полтора года. И это был, в принципе, первый бой в юниорах, где раунды были по три минуты, а всего три раунда, получается, три по три. И устал очень сильно в последнем раунде. Бой был достаточно сложный. Соперник был чуть повыше меня, руки подлиннее, поэтому пришлось подходить в ближний бой. У Александра Карасева соперники были серьезные. Победители и участники первенства России. Юный боксер провел четыре боя, показал себя на ринге как настоящий профессионал и удостоился первого места на всероссийском соревновании в памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. В результате воспитанник спортивной школы ИКАР попал в сборную России. Планы есть. Сейчас область будет, Нижегородская область, потом Волжский федеральный округ, первенство Москвы, первенство России. Ну, если Россию выиграем, берем Европу. К таким серьезным результатам боксеры шли долго. Упорство, выдержка и сила воли позволили юношам показать себя достойно на большом ринге. Тренер полагает, что у ребят есть шансы на большое спортивное будущее. Я рад, что будем подведением итогов получили все эти турниры. Практически конец года они поставили жирную точку в своих выступлениях. Понятно, что это не конец их карьеры и на этом не заканчивается соревнование. Это будет какой-то этап их подготовки. Теперь спортсменов ждут следующие сборы и соревнования в новом сезоне. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.